Самовар-пати – это чаепитие с баранками, молодецкие зимние забавы. В Загородном парке этот праздник проводят уже в четвертый раз. И как рассказывает директор, о чае владимирцы знают теперь достаточно. А вот о спорте, которым занимались на Руси, не так много. В этом году больше спортивных таких соревнований, поскольку это зима, и людям хочется подвигаться. А наша задача, чтобы они не замерзли, это самое главное. Сегодня, видите, народу много пришло, погода хорошая, и мы все довольны. Парк Загородный любят и к нам приходят. Ольга на праздник пришла с мужем и сыном. Маленький Ян – спортсмен. Грозно и беспощадно он расправляется со своими соперниками. Игра «Царь горы» особенно полюбилась детям. А маму вас тоже наследили за своими героями. Ольга призналась, что ее семья такие зимние праздники старается не пропускать. Во-первых, это укрепляет семью, сплочает между собой и детей, и родителей, и взрослых. И также укрепляет дружбу между родителями разных семей. И детьми. Поэтому, конечно, нужны. Поэтому все привыкли летом гулять больше. Кто-то на речку, кто-то шашлык. А про зиму мы забываем, что можно повеселиться вообще-то и зимой. Взять приступом гору пытались не только дети, но и взрослые парни. Всех участников разделили на две команды – красные и синие. И поскольку на поле битвы сражались настоящие, храбрые, беспощадные мужчины, то без травм не обошлось. Захватил трех человек и прилетело коленом следственно. Ничего страшного, нос в порядке, не сломан, ничего. Просто давление скачало и все. Это, во-первых, здоровье. Закаляется русский дух. Вспоминается, что это такое, как раньше было на Руси, не то, что сейчас. Да и, в принципе, это очень весело. Разгадывали загадки о сортах чая единицы. Большинство гостей парка предпочли активный отдых и спортивные соревнования и конкурсы. Самовар-пати уже стал ежегодным. В следующем году организаторы планируют усовершенствовать программу. По словам руководства парка, появится больше вокальных и танцевальных номеров. Влада Миткова, Александр Мажаров, 6 канал.